Сердечно-сосудистые заболевания в России уже долгое время на первом месте. И Воронеж в этом не исключение. Как избежать серьезных проблем со здоровьем и снизить риск инфаркта в сюжете Елены Цветковой. Смертность от инфарктов и инсультов должна быть снижена почти на четверть. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. В нацпроект по борьбе с сердечно-сосудистыми входит переоснащение медицинским оборудованием не менее 140 сосудистых центров и более 400 отделений. За период текущего года 49% от общего количества смертей в России за первые 4 месяца связаны с болезнями сердечно-сосудистой системы. Воронежская область не стала исключением. И с каждым годом показатели заболевания только растут, говорят врачи. Я проанализировала данные за последние несколько лет. И по Воронежской области цифры примерно следующие. В год получается от 4200 до 4500 инфарктов. Эта цифра не растет, но и не снижается. По словам врача-кардиолога, в Воронеже оказывают полный спектр услуг пациентам с острыми заболеваниями сердца. Важно понимать, что попасть на прием к врачу нужно при первых симптомах болезни. Обычно они проявляются при любых физических нагрузках. Врачи рекомендуют сразу обращать на них внимание. Не возникают ли у вас при этом ощущения в грудной клетке? И, как правило, эти ощущения возникают посередине грудной клетки. Многие пациенты, к сожалению, воспринимают какие-то боли в левой половине груди за сердечные боли. На самом деле истинные коронарные боли – это объемные боли, которые возникают за грудиной. Сжимающие, распирающие, сжение, чувство комка за грудиной либо в горле. И возникают, еще раз повторю, они при физической нагрузке. Только, к сожалению, зачастую в палаты интенсивной терапии попадают уже люди с запущенными случаями. Самое главное при лечении острого инфаркта миокарда – это фактор времени. Своевременную терапию, тромболитическую терапию, а также терапию эндоваскулярную. То есть этим пациентам проводится через кожное вмешательство на сосудах сердца. Врачи говорят, что сейчас в палате интенсивной терапии койки занимают в основном мужчины от 35. Женщины в зоне риска оказываются после 65. Безусловно, на эти показатели влияют вредные привычки – курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни. Должна быть достаточной физической активности, я скажу, не меньше 30-40 минут ходьбы аэробных нагрузок в день, ежедневно. Естественно, это стрессовый фактор. И предвосхищаю вопрос, насколько тесно связана работа центральной нервной системы с развитием ишемической болезни сердца, и вообще болезнь системы кровообращения, конечно, напрямую, потому что люди, которые испытывают больший уровень напряженности, высокий уровень стресса, естественно, больше подвержены развитию острых форм ишемической болезни сердца. Во избежание риска инфаркта важно правильно питаться или соблюдать назначенную врачом диету, иначе необратимые последствия не заставят себя ждать. Ведет к нарушениям липидного спектра, приводит к тому, что развивается у пациентов атеросклероз не только в коронарных артериях, но и это артерии головного мозга, это артерии сосудов нижних конечностей. И, к сожалению, такие пациенты к нам попадают уже с генерализованным атеросклерозом. Сердечные заболевания могут быть не только приобретенными в результате внешних факторов, но врожденные патологии встречаются реже. В среднем по Российской Федерации этот показатель составляет порядка 12 промилле, то есть на каждую тысячу живорожденных детей порядка 12 детишек страдают врожденным пороком сердца. В Воронежской области этот показатель стабильно составляет от 8 до 10 детей на тысячу населения. Предпосылками становятся генетическая предрасположенность и экологические факторы. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему занимает первое место. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал.